У кого лопнули шар, тот выпадает из игры! Шар с ноги полетел, почему-то лопнув! Так, 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 так! Стоп! Стоп! Итак, у синих нет ни одного. А белые сохранили аж пять шаров. Ой, не извините, шесть! Аплодисменты белым! Ну что ж, дорогие мужчины, вы можете отдохнуть, потому что я приглашаю на сцену девушку из каждой команды. Самую чувствительную. Самую чувствительную. Условие конкурса таково. Спиной к стуле. Хорошо попробовала? Молодец! Теперь встаньте! Теперь встаньте! Вот этим замечательным местом, которым называется пятая точка, вы должны будете определить, сколько горошин вам положено на сиденье. Не оборачиваемся. Не оборачиваемся. Так. Я предполагала, что они будут скатываться. Рукой попридержите и так медленно их попой садите. Так. Попу придерживать не надо. Шарики. Валера, аккуратно шарики. Руки из-под попы вытащи, ладно? Так, где ее муж? Женя? Ты не против, правда? Записывай. Итак, садимся. Аккуратно. Ручки выбираем из-под попки. Так. Ага, ну давайте. Ощущайте, сколько? Конкурс называется «Принцесса» на горошине. Так кто же из них та принцесса? Катя развела руками. Ей две попы ничего не чувствуют. Твоя. Так. 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 Итак. Вы готовы назвать какое-то количество? Катя ничего не чувствует. Женя. Я понимаю, виноват был Валера, который нечаянно оставил там свою руку. Итак. Встала. Говори. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Три. Три. Катя готовилась к конкурсу, когда бы ее волоком тащили по полу пятой точкой. И поэтому она не приготовилась к тому, чтобы ощутить горошины. Катя, ты настоящая принцесса на горошине. Потому что, потому что это был не горох, а большие-пребольшие пуссы. И у тебя их было тоже четыре. Победила синяя. Уху! Уху! Поэтому та тела тёплая. Итак. Победили синяя и аплодисменты.